Зеленогорск Это пижама. Очень хороший пижама. Думаю, даже может в пакете как-то положить. По условиям акции на протяжении трех часов горожане могли принести в танцевальный павильон все, что им кажется хорошим и интересным, но не находит применения в их домашнем хозяйстве. Безграничный ассортимент товаров, предлагаемых в современных магазинах, подталкивает человека к постоянным покупкам нового, в то время как уже имеющиеся у нас вещи еще не успели отслужить своем. А всего по чуть-чуть одежду, всякие мелочи для волос, заколки, плащи, туфли. Очень мне жалко хорошие вещи, чтобы пропадали. Я хочу, чтобы они вторую жизнь приобрели и с удовольствием им кто-то пользовался другой. И ни на свалку не уходили. Я и принесла, и нашла. Я работаю соцработником, как бы моим подопечным. Радость была. На Дармарке каждый может поделиться тем, что у него есть, и взять то, что ему нужно. Организованно здесь собирали вещи для постояльцев петербургской ночлежки. Горожане приносили свитеры, варежки, шапки и другую теплую одежду по сезону. Объявлен был отдельный сбор помощи приюту для животных-котофей. Пледы, одеяло, пеленки. Четырем большим мешкам очень нужных в приюте вещей предстояло направиться из Зеленогорска к месту назначения. Какие листики нравятся? Ну, мне нравятся все, честно говоря. Все, честно говоря? Поделочки делали дети, родители и педагоги Зеленогорского домотворчества и наших друзей. Это Зеленогорские садики, 69-я школа и Сестровецкие школы к нам присоединяются в этом благородном деле. Организатором Дармарки в танцевальном павильоне выступил клуб экокультуры Зеленогорского парка культуры и отдыха, сплоченный и дружный коллектив которого смело берется за любое доброе дело. Как показала акция, у этого идейного объединения действительно много друзей и единомышленников. Мастер-класс от местной танцевальной студии согревал гостей и дарил им отличное настроение. Творческую поддержку мероприятию оказали также петербургские художники. В дополнение к маленькому арт-классу, они предлагали гостям бесплатно выбрать для себя картины в подарок. Не менее оригинальным оказался и креативный уголок молодых флористов. Они своим участием также поддержали зеленогорскую Дармарку. Мы делаем флорариум из ламп перегоревших. Также используем бутылки, различное стекло, в том числе и битое. В наполнении используем как живые растения, так и стабилизированный мокр. Там создаются для них оптимальные условия. Если закрыть лампочку, то его даже не нужно будет поливать, потому что это как закрытая микросистема. Вместе с творческим переосмыслением роли отслуживших вещей на эколого-социальном мероприятии поднимался вопрос и раздельного сбора отходов, как важной части культуры повседневности. В будущую субботу в Зеленогорске состоится 12-я ежемесячная акция раздельного сбора. За год работы над развитием разумного обращения с отходами местные жители вдохновили своим примером и соседей. Я житель поселка Первомайская, участник эко-движения «Яблоко-разбором». Организовали у себя в поселке такое эко-движение. Наш стенд о различных фракциях, которые можно передать на сортировку, и о многоразовых альтернативах одноразовому пластику. В Петербурге мероприятия по бесплатному обмену вещами и услугами проводятся уже несколько лет. Эта добрая тенденция набирает обороты. К акциям присоединяются практически все, кто о них узнает. Помощь в организации первой зеленогорской дармарки оказывали и волонтеры, которые стояли у истоков этого благотворительного направления. И помогали проводить дармарки в различных районах Петербурга, в Сочи и других городах России. Всегда дома лишнее мешает, а у кого-то именно этого не хватает. Поэтому такие ярмарки должны проводиться, они приносят пользу и может быть даже не только малоимущим, но и какие-то вещи здесь есть интересные, редкие. Все супер, очень интересно, хорошая идея. Впечатления на самом деле неожиданные, потому что, ну вот лично мои, да, я не думала, что столько народу придет и столько вещей принесут люди. Ну их на самом деле очень много. То есть, ну и люди хотят делиться, и есть куда это все отправить. Сбор помощи для детей Марии, они находятся в Состровецке, да, и для ночлежки, и для приюта для животных тоже очень много вещей принесли. И люди собираются и дальше помогать. Есть координаты кураторов этих приютов, и может, и будет передавать им дальнейшим им вещи. Я хочу настоять нашей группе, чтобы мы провели дармарку, скорее всего, зимой, потом весной и летом. То есть, четыре раза в год проведения дармы вполне достаточно. И о дате будет известно в нашей группе ВКонтакте.